Холм Ахмад Тенгеев незрячий с рождения. Более 15 лет он руководит столичным обществом слепых и единственной в стране типографией для слепых и слабовидящих. По его словам, оборудование здесь есть, но специальная литература не печатается, на это просто нет денег. Изредка книги привозят из-за рубежа знакомые, и это единственная возможность для Холм Ахмада прочесть что-то интересное. Одна книга плоскопечатным шрифтом по системе Брайля получается около 20 или 22 книг, то есть из 22 томов будет. А в свою очередь в эти книги будут израсходованы очень много материалов, и тем более вы видите, кроме полиэтилена или бумаги, которые имеются вот тут для титула, тут уже идут бумаги Excel Pro, которые они очень дорогие. Одна пачка таких бумаг стоит 75 сомонов. По заказу Министерства образования страны в типографии иногда печатают мизерные тиражи специализированных школьных учебников. Никакой дополнительной методической литературы с шрифтом Брайля нет, так что дети могут получить по книгам лишь небольшой базовый запас знаний. До сих пор мы обеспечили только до девятого класса, то есть старше девятых классов до сих пор получают образование в вузном виде. Труднее всего незрячим студентам, которые вообще лишены свободного доступа к информации. Нет даже обычных книг, напечатанных крупным шрифтом для слабовидящих. Многие наши молодежи в основном получают образование в вузах только при помощи, то есть при использовании новых технологий. То есть они пользуются диктофонами или телефонами, записывают. Хотя это, думаю, что с одной стороны, если к хорошему приведет, с другой стороны, это очень влияет отрицательно на улучшение уровня знаний этих студентов. Председатель общества слепых Таджикистана Джентамир Нармуратов говорит, что из-за отсутствия финансов около пяти лет назад в стране закрылся единственный журнал для незрячих, где печатали истории из жизни слепых, рассказы об их достижениях, информацию по новым методикам лечения глаз и технологическим новинкам. У нас было подписчиков почти тысячи человек, тысячи инвалидов. И мы все отправляли по почте, мы сами печатали, готовили журнал и отправляли по почте каждому с доставкой на дом. По мнению слепых и слабовидящих страны, вступление Таджикистана в Маракешский договор должно изменить ситуацию. Они надеются, что власти будут больше внимания уделять незрячим, и, наконец-то, появится государственная поддержка и финансирование. Большая часть этих людей находится за чертой бедности. В Таджикистане в настоящее время у нас 7300 с лишним незрячих и плюс 1300 детей. То есть, получается, около 9 тысяч незрячих, которые у нас на учете. Есть еще много таких, которые на учете у нас не стоят. Потому что есть труднодоступные кишлаки, труднодоступные районы, где мы пока не имеем возможности туда добраться. Парламентарии поручили Министерству культуры страны разработать специальную программу поддержки незрячего населения. Что будет входить в этот документ, пока неизвестно. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия.